Итак, продолжаем нашу послематчевую пресс-конференцию. У нас ставлен Владимир Статарпеда, Александр Николаевич Гербачев, Александр Николаевич Статарпеда и Ваш комментарий. Ну, правильно, с победой. Хочу поздравить всех футболистов, клуб, болельщиков, город. Такая, знаете, интересная игра получилась. Для нас может быть немножко сложной. Много контратак пропустили. Мы же могли пропустить в этих контратаках мячи. Но игра хорошая получилась. Атака на атаку. Много быстрых атак, много обводок. Много таких угрожающих ударов было. Много единоборств было. Честно говоря, я даже не ожидал, что так тяжело. Мы играли хорошо. Но я думал, полегче было. Поэтому понравилась игра. В обороне были моменты, где надо будет исправлять много контратак. Мы готовились к этой команде. Да и понимали, что будут обороняться большими силами. И выбегают быстрые атаки. Есть быстрые тополисты. Ну, так это очень... Я не думал, что так много. Ну, команда себя не очень-то удивила. Да. Очень хорошо выбегают из обороны в атаку. Очень хорошо. Много это посмотрели. Такое не было. И, наверное, скорее всего, мы им позволили так выбирать. Наверное, скорее всего, так и здесь. Мы им позволили так выбирать. Тренер соперника сказал, что он первым мячом летел из песочной ямы. Согласны? Ну, бывает такое, да. Я у Егора Скворцова спросил, говорит, ты дрячий пил? С правой ноги у Левшова? Говорит, конечно, дрячий. Ну, залетел. Да, залетел такой. Курьезный, курьезный гол. Ну, ему неудобно. Неудобно справа играть Егору. Левые ноги, поэтому моменты нехорошо. Моменты тяжело разворачиваться. Это не отхорошая жизнь. Мне тоже понравилось. Завершился первый круг второго этапа. Одно лишь поражение, четыре победы, одна ничья. Ваша общая оценка этого отрезка? Ну, как я и предполагал, как и, по-моему, даже говорил, что однозначно наша зона сильнее. И по очкам видно, и по игре, и по командам, чем зона Ленинградницы. Поэтому они больше очков там брали, золотых. Такой отрыв. Вот и сейчас мало кто очки набирает из той зоны. В основном наша команда набирает. Поэтому здесь была попасть шестерка, очень тяжелая. Помните, кто не попал? Скорская детала. Вот, что-то, что-то. Потом любую формату возьми. Зержинск. Вот. Пояс, оценка такая, да? Наша зона сильнее. Ну, так интересно. Попасть в пятерку. Ну, опять же, я против этих золотых очков. Для обнуляться надо, если свырать, да? Вот если обнулиться, на каком этапе читать? Не считал. Ну, на третьем. Второе, третье. Наверное, Муром, у него не играть сперва. И потом у Чертанова. Мы, по-моему, вот такой одинаковый из очков. Победы, отречения. У нас сколько? Шесть. Шестерков. Тринадцать очков. Четыре победы. Одного. А также, по-моему, и у Чертанова. А то, что у нас, по-моему, отречения. Ну, то есть, мы бы сейчас были вот здесь вот. Первое, второе, третье. А так вот эти два отречения. Александр Николаевич, не могу задать такой вопрос. В закрытых телеграм-каналах. А закрытые-то как? Ну, частные телеграм-каналы, футбольные, обсуждается. То, что Александр Николаевич Горбачеву делают предложения то ли в Новосибирск, то ли в Саратов. Что вы про это слышали? Ну, во-первых, я не знаю, что такое закрытые каналы, как туда попасть. Ну, наверное, это естественно, потому что там ищут. Нет тренера, по-моему. По-моему, саратове сейчас назначение появится. Правильно? Ну, по-крайней мере, не слышал. Я слышал, уже завтра официально объявят. Сегодня был на игре, но мы проиграли. Владимир. Про Новосибирск не знаю, что-то так как. У них не получается все. Выйти и бюджет хороший, футболисты хорошие, все есть. И футбол был хороший, как бы такой достойный. Да, например, лифт был даже. В общем, я не читал закрытых телеграм-каналов. Поэтому не знаю, ничего не могу сказать. Хорошо, спасибо. До встречи и с победой. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok